здравствуйте мои дорогие ну вот и весна мы приехали немножко позаниматься лодкой поменять масло напялить новый тент может быть попробовать побурлить мотором хотя я не знаю там какие-то ограничения кто-то кого-то ловит какой-то гимс где-то можно где-то нельзя помогает мне сегодня федор наш водномоторник который не вывез лодку из финляндии верит что ее можно будет забрать при открытых границах тент сбросили раскупорили а то накидывали его в минус там 20 чем-то когда вы возили значит сейчас маслица сливается с редуктора правда не знаю что там его сливать идеальное масло чистое проблем нет с головы скинем все вчера купил вот она а вот старая канистра раньше удобно было канистры были 5 литровая сейчас фигу 4 литровые ну и в этот в редуктор тоже масло где-то было где-то куда-то я его где-то куда-то клал по вот такой я заливаю ямаховская тоже удобно на него сразу помпа накручивается и туда закидывается это вся вся история что еще в планах аккумуляторы поставили они были на зимней спячки у меня заряжены все все вроде работает значит планах конечно сегодня поменять маслишко кое-что там по салону прикрутить что осталось и попробовать макнуть чтобы систему гальюна проверить систему помпы в раковину и за бортный душик ну все вот такая вот штуковина помпа накручивается прям на канистру удобно но она правда накручивается и на бутылку из-под попси колы или кока-колы очень удобно я прям на ней оставляю качаешься потихонечку пока отсюда вот не польется о пошла жара вот смотрите в ямахе 115 которая bettel ну следующие после а это здесь удобно сделано местечко куда фильтр вкручивается у него такая вот такой блюдце когда ты фильтр вытаскиваешь то масло не сливается по всему мотору а раньше было так что неудобно сливаешь и прям весь весь мотор в масле а тут часто так все простенько крышечку раз все если сливаешь откручиваешь без проблем такие вот удобные делишки вот это ванночек удобно очень раз и все следующее что хотелось бы сделать значит вот эти вот боковинки теперь новые вот сюда засунем как-то они подходят да вот так и будут вот здесь вот на в яче а были такие старенькие но такая красота вышла все мягенький подушки осталось закинуть и будет леденец все чистенько ковры панельки можно спускать на верхенький тент тарга для кранцев в одномоторный дурдом это называется вот столько всякого барахла не с одной стороны конечно хорошо когда есть пт линг когда это можно все засунуть где-то держать все возить перевозить это черт знает что ну так славненько получилось все как хотелось так сейчас попробуем на воду сгонять я правда документы забыл все и на лодку и на и право ну мы так чуть-чуть побурли так немножко якорях такой якорь был подарен не сергеем 4 на 4 ну известный дядька который ремонтировал мне лодку до многим кому он ремонтирует вот была идея сварить вот якорь типа рокна вот он сварил задарил мне такую штуковину вот значит я всю жизнь пользовался якорем дэнфорта единственного него вот здесь вот было подлиннее но я как-то пильнул чтоб врундук залезал принципе не якорь вот этот нравился сейчас хочу заменить вот на этот ну а вот такой у меня был всю жизнь запасной их было даже 21 я потерял в ванега пришли великую губу и там что-то штормила мы стояли и как-то камень на камень и короче мини вытянуть было пришлось веревку резать ну вот такие вот делишки этот лезет этот лезет все померили его красиво уходит врундук проблем никаких нет так что он ну вот мы на слипе на этом слипе я уже многие годы спускаю свою лодку ну так и защищение конечно соскучился вроде бы все нормально прошел из такого трудного это навеска датчика выровнял так как должно быть что показывал на скорости не знаю насколько это кому нужно ну как-то хочется визуально чтобы показывал на скорости глубину вода бежит в раковину вода забортная который трюмный душ тоже твой трюмный этот не трюмные как он называется палубный душ тоже работает фонари работают дворники тоже все купнули но ввиду того что сейчас встать некуда как я понял у себя в родном шлиссельбурге пока это сделать трудновато в общем пока на прицепе постоим в родном шлисе вот чайки засрали ну все просто буквально десять минут и все вся машина ну лодку пока еще не так засрали вот на пристани в родном шлиссельбурге замерла тут все в ожидании сезона понтона еще не все смотрите какой прицеп навороченный тормозилки на воздухе рессорный прям серьезная штука такая аппарат трейлер spb.ru вон воздух жуть крутота ну ходовые пройдены вернул обратно на прицеп потому что вот шлиссельбурге стоять пока негде недели через две сказали все будет окей может быть будет возможность постоять но собственно говоря что хочется пожелать всем хорошей навигации новых хороших походов найти время найти деньги на эти вещи пользоваться своими лодками любить их и чтоб они не ломались как говорит андрей зверев катайтесь не ломайтесь хорошая такая приспуска до новых встреч пока